с вами николай пивненко в проекте дата на календаре 21 января сегодня во всем мире отмечается один из самых необычных праздников международный день объятий он был основан в сша 1986 году под названием национального дня объятий а затем стремительно распространился по всему миру а если говорить о серьезном профессиональном празднике то сегодня такой день у инженерных войск россии это день отмечают работники и военнослужащие которые имеют непосредственное отношение к этому виду войск по родившихся 21 января 1732 год в этот мир приходит пьер агюст корон бомарше великий французский драматург который прославился более всего комедиями северский цирюльник и женитьба фигаро 1855 году родился джон браунинг американский конструктор оружия а в 1905 году французский кутюрье крестьян диор он основал собственный салон в париже в 1947 и внес вклад в моду при этом создавая абсолютно новый стиль 1921 год дата рождения барни кларка американского донтиста которому первым была сделана пересадка искусственного сердца после которой он сумел прожить 112 дней для того времени это была фантастика 1924 год рождается альфред хоттерн или просто бенни хилл английский комический актер который сумел создать свое шоу и радовать им многих-многих зрителей на всей планете 1941 год рождается плася до доминга испанский лирический тенор отдает предпочтение партиям из итальянских и французских опер 19 века привнося в них прекрасно настроенный драматический темперамент были кое-какие проблемы в его личной жизни в судьбе но он по-прежнему радует всех своим оперным искусством и довольно часто приезжает к нам в россию 1944 год рождается родион нахапетов киноактер режиссер но своеобразную мужской секс символ советского периода в 1960 году родился актер дмитрий харатьян а в 1983 светлана ходченкова российская актриса но теперь о некоторых событиях этого дня 1605 год 21 января поражение лжедмитрия от царских войск и его бегство в путевль в 1976 ходят строй франко-английский сверхзвуковой пассажирский самолет concorde до сих пор его сравнивают стул 144 к примеру в опытных образцах советского авиалайнера скорость доходила до двух тысяч трехсот километров в час а у concorde на сверхзвуки крейсерская скорость составляла 2150 километров в час вместительность наш 150 у них на 6 человек меньше и что важно то 144 еще совсем недавно начале двухтысячных вот так незаметно пытался летать то ли туристы на нем летали то неизвестно кто мало того говорят что где-то подмосковье живет человек который обслуживает два ту-144 то ли выброшенных то ли где-то припаркованных в общем история немножечко непонятно а ведь действительно тогда нам советским людям удалось рвануть далеко за пределы звука и если вы помните совсем недавно российский президент предложил вернуться к этой теме так что возможно совсем скоро появится новая версия ту 144 ну или может быть будет как называться по-другому в любом случае нам очень хочется летать быстрее и надежнее 1976 год советском союзе поступили в продажу первые западные газеты fine national times и new york times а еще чуть позже нас заставят учить английский по нашей английской газете которая будет называться москву news битва печатного слова двух миров двух образов жизни продолжается 2001 год верховный суд китайской народной республики объявляет что согласно новым законодательным актом кража покупка или разглашения государственных секретов через интернет отныне приравниваются государственной измене и караются смертной казнью необычное событие 21 января 1984 год в англии впервые в мире рождается тройня которая была зачата в пробирке а 1989 году никто агаста бандж из штата висконсин в возрасте 110 лет становится про 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 бабушкой когда у ее про 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 внучки рождается сын кристофер джон боляк еще одно событие дня 1924 году 1850 умирает организатор большевистской партии основатель советского государства владимир ильич ленин через час мария ильич на сестра ильича позвонила в кремль и все члены политбюро кроме сильно болевшего рыкова и отправившегося на лечение в грузию троцкого немедленно выехали в горке на аэросанях ночью иосиф сталин отправил телеграмму льву троцкому который в то время был еще в своем вагоне на вокзале в тифлисе на пожелание льва давидовича срочно вернуться в москву сталин ответил что тот вряд ли успеет к похоронам да к тому же политбюро считает что ему по состоянию здоровья необходимо ехать сухум отсутствие льва троцкого на похоронах создает самое негативное впечатление многие воспринимают это как неуважение к памяти ленина ну политические игры советские времена имя ленина было священность сегодня все поменялось но до сих пор пытаешься понять почему именно у нас стало возможным появление этого человека и почему именно мы стали площадкой для такого мягко говоря кровавого эксперимента и может больше этого уже никогда не произойдет дай бог с вами был николай пивненко в проекте дата